И вот, Володя, уже идет четвертый день 2021 года. Мы с тобой позавчера здесь собирались, как раз записывали. И, Володя, договорились, что мы сегодня... Ты расскажешь о своих интересных встречах, когда ты был в США, о наших друзьях там. Я думаю, что нашим зрителям, кто будет нас смотреть канал, это будет им интересно. И нашим, в общем, знакомым будет тоже это интересно. Так что, пожалуйста. Ну, начинать, наверное, с самого начала моего появления на американском континенте, да? Ну да, да, наверное, так. Я улетел из Ленинграда в 1980 году в город Вену. Мистическое совпадение такое было. Я потом уже об этом узнал. Я улетал, когда я улетал из Ленинграда, это был день космонавтики. И потом я уже узнал от своего друга Рудольфа Фукса, что вот именно в этот день в городе Ленинграде умер Аркадий Северный. Точно. Я летел, он улетел в один космос, я улетел в другой космос. Ну, и вот Рудольфа я, кстати, когда я жил в Ленинграде, я его не знал. Мы познакомились уже в Нью-Йорке, и, наверное, интересно будет узнать, как вы познакомились. Да, да, конечно, да, конечно. Значит, вначале я приехал, пройдя все эти эмигрантские этапы, Вена, Рим и так далее, там подобное, я прилетел в город Филадельфий. И поскольку я всегда довлел к знакомству с интересными людьми, интересные люди для меня были художники, творческие всякие люди, я в Филадельфии познакомился с художником, звали его Михаил Уфленд, вот, и мы с ним подружились, он был старше меня, он умер где-то лет 15 назад, и он меня как-то попросил по-дружески, у меня была машина, вот, и он меня попросил по-дружески, говорит, Володя, у меня, говорит, небольшой заказ в Нью-Йорке, я для одного человека делаю там, у него есть студия звуковозаписи, и я для него, он попросил меня, значит, там сделать рисунок определенный, вот там, где было спускаться вниз, где была студия вот этого кисмета, он попросил, чтобы я ему нарисовал на двери вот этой студии герб Российской империи, я говорю, да, конечно, нет проблем, мы еще поедем, вот, мы сели в машину, он взял свои краски, вот, и вот, вот, когда мы приехали, он меня познакомил, а владелец этого, этой звукозаписи в то время был, да, Рудольф Фукс, вот. Луим Рублев еще, да, он многим вещами занимался, дело в том, что он еще писал в газету, в Нью-Йорке выходила газета на русском языке, одна из самых старых, которая называлась «Новое русское слово», и он там о музыке что-то писал и прочее, вот, и вот, вот, когда мы приехали туда, мы с Рудольфом сразу разговорились и нашли тысячи общих знакомых, он из Ленинграда, я из Ленинграда, я в 80-м году уехал, он в 79-м, ну, и, короче, стали такими, как бы, начальные знакомства, было у нас очень хорошее, мы друг к другу были расположены, вот. И я понял, ну, вообще, находясь в Филадельфии, я понял, что мне нужно оттуда уезжать. Очень хороший город, мне там нравилось все очень, но там не происходило каких-то таких событий. И вот я познакомился, значит, с Рудольфом, самым, соловьем Рублевым и Фуксом. Ну да, Фуксом. И стал ездить из Филадельфии в Нью-Йорк для того, чтобы найти работу, прежде всего, и, конечно, место, где я буду жить. Я приезжал к Рудольфу, мы там, он включал эти свои записи, мы беседовали, выпивали иногда по рюмочке и прочее. Потом я оставлял машину и потом, значит, я отправлялся, ходил вокруг там и искал место, где я могу найти работу. И, конечно, работу было найти не очень просто. Оставьте свои контакты, мы вам перезвоним, прочее, прочее. А где вы живете? Я живу в Филадельфии. Ну, на этом, в принципе, все кончалось. Вот, и я понял, что нужно мне, прежде всего, поселиться вообще в городе Нью-Йорке. Вот. И вот, значит, второе мистическое совпадение. Я приезжаю к Рудольфу, мы с ним сидим, что-то Юрию Марфеси говорим, там, о том, о цыганах, о северном. Открывается дверь, заходит мой старый друг, Женя Дравкин. Женя Дравкин, я знаю, со времен ленинградских, он музыкант был, довольно известный. Ну, я в Ленинграде вел такой образ жизни веселый, ходил в ресторанах. И Женя играл в корочки в ресторане. Вот. Мы с ним подружились. Вот. И Женя заходит. Я говорю, Женя. Он говорит, о, какие люди. А ты, как сюда попал? Я говорю, ну, вот, как я попал, все нормально. Попал так же, как и ты. Я говорю, ну, и, короче, мы сели там вместе, поговорили, вспомнили. Я говорю, Женя, слушай, мне нужно какую-то, типа, квартиру найти здесь. Жить-то надо. Да. Он говорит, есть. У Жени всегда все есть. Он говорит, слушай, у меня есть приятель. Он тоже в Питере в европейской гостинице играл. Говорит, я его давно знаю. Вот. Он живет в Бруклине. Там, не очень далеко от Брайтона. И в том же доме живет его мама. Но мама живет больше с Юрой, а ее квартира пустует. Давай, говорит, я тебя с ней познакомлю. Говорит, она, может быть, тебе сдаст эту часть квартиры или прочее. Вот. И мы, значит, прям сразу же, как говорится, я говорю, так у меня и машина есть, поехали. Мы поехали. И вот, значит, таким образом меня Женя познакомила с Татьяной Ивановной Петровой, матери Юлия Петрова. Вот. И мы с ней как-то расположились друг к другу. Она на меня посмотрела и прочее. И сказала, что, ну вот, у меня, говорит, все есть, и мебель есть. Говорит, давай будем жить. Договорились о семье. Я рад до безума. Сел в машину, вернулся назад от самой Филадельфии. Знаю уже о том. Я оставил ей задаток немножечко сразу. Вот, зная, что теперь место у меня есть в Нью-Йорке. Одна проблема уже решена. Уже одна проблема решена. Вторая проблема – это найти работу. И мы, когда стали, когда я стал общаться с Татьяной Ивановной, то, значит, выяснилось, что она является родственницей великой русской балерины, которая уехала из Советского Союза в 20-е годы, потом работала у Дягилева во Франции, потом она жила в Америке. Имя этой женщины – Ольга Списивцева. Ей лет уже много было, да? Ей в то время было уже много лет, да. Вот когда это был конец, вернее, 81-й год. Да, и у меня была машина. А Татьяна Ивановна, у нее муж ее, он написал… Татьяна Ивановна, она по крови не родственница, а ее муж был… Муж, который умер в Ленинграде, он был племянником. Ольга Списивцева и от своей великой тети написал книгу. И Татьяна Ивановна хотела эту книгу издать в Америке. И, в общем, поскольку я уже довольно сносно говорил по-английски, а Татьяна Ивановна – она русская женщина, мы с ней ездили и разговаривали, встречались с издателями и прочее. И тогда же она меня ввела, расширила мои знакомства с людьми, которые знали Ольгу Списивцеву. И вот однажды она мне говорит, Володя, поедем там навестим одну женщину. И вот мы приезжаем к этой женщине, она живет в роскошном особняке. Это, значит, близкая подруга Ольги Списивцевой. Фамилия ее Дубровска. Она была, она в Америке, она тоже работала у Дягилева, та же самая история. И она переехала где-то до еще войны в Нью-Йорк и работала у Баланчина этим репетитором. Такая она дворянских кровей. И вот мы сидим пьем чай, она так на меня смотрит и говорит, Володя, а вы где-то работаете или нет? Я говорю, пока нет. Я говорю, я не работаю, я ищу работу. Она говорит, а вы половым могли бы работать? Я говорю, а что значит? Ну, официантом, официантом. Да, да. Я говорю, да, конечно, с большим удовольствием. Она говорит, вы знаете, у меня подруга есть, ее муж имеет на 56-й улице роскошный ресторан. Я ей позвоню, вас порекомендую, судя по всему, вы приличный человек, Володя. Вы приличный? Я говорю, ну, вообще, наверное, да. Спасибо. Я говорю, вот спросите Татьяну. Ну, да, да. Татьяна Ивановна. Она говорит, хорошо, значит, придите туда, спросите Татьяну, она жена, и она все вам сделает. Ну, в общем, я так и сделал. Я пришел туда, Татьяна меня встретила и говорила, и сказала, что что вы можете делать? А когда я был в Филадельфии, то я стал думать, куда же мне, какие мне деньги, как нужно было зарабатывать. Вот. И я работал там помощником официанта по-американской басбой. И немножко кое-что выучил. И, кстати, выучил там довольно приличный язык. Она говорит, у вас какой-то опыт-то есть? Я говорю, ну, да, вот я в Филадельфии работал, то-то, то-то. А вы, говорит, эти напитки, дринки умеете мешать? Я говорю, ну, вообще, я это не делаю, но я думаю, что это не велика наука. И она, значит, сказала, ну, хорошо, значит, тогда я вас беру на работу. Вот Ольга, там, она вас подучит. А Ольга, это тоже какая-то женщина, которая вышла замуж за американца, я уже сейчас плохо помню. Она мне показала, там все просто очень. Вот. И вот, значит, таким образом началась моя карьера в ресторане «Русская медведь». И, значит, я работал там несколько дней в неделю, приходил. И пока я там работал, я, конечно, расширил тоже очень свои знакомства. Туда приходили самые какие-то безумные, интересные люди. Ну, я в это долго уходить не буду. Ну, да, очень много приходило дворян-иммигрантов. Приходили туда. Ну, русские, они знали Татьяну, они знали мужа, приходили со мной, беседовали и прочее, прочее. Вот. Ну, вот кого я запомнил из тех людей, которые туда приходили, которые до сих пор я помню. Ну, прежде всего, я запомнил, был такой знаменитый американский драматург Тенниси Вильямс. В советской, я не знаю, как сейчас, но вот его пьесы шли по всему свету. Одна из пьес, которые он написал и шла еще, я про Тенниси Вильямса знал еще здесь, потому что на Литейном был театр, и там шел спектакль Тенниси Вильямса «Трамвай желания». Вот. И вот этот знаменитый человек, значит, садился со мной, он был алкоголик. Ну, это часто. Да, причем это самое, американский такой алкоголик, скажем, он не совсем, не ложился на это. Тихий, тихий. Пил много, и пил, пил он только виски. И когда, и когда он со мной разговаривал, у него, я так понимаю, его главным кумиром жизни, вообще, его, этот кумир, как писать пьесы, это был Антон Чехов. Когда он начинал говорить про Чехова, это просто было уму непостижимо. Он знал все тончайшие детали его творчества. Ну, и, в общем, я его слушал, я-то про Чехова меньше знал, чем он. он всегда мне хорошие чаевые оставлял и, пошатываясь, уходил, значит, домой к себе. Временник домой, он обычно, он жил там в гостинице. Потом, значит, потом, значит, приходили, был, иногда заходил туда Эрнст Неизвестный. Тоже немножко любил выпить, посидеть, поговорить, вот о том, о сём, и так далее, и там подобное. И цыган ходил между столами у нас там. То есть, это было такое место довольно такого высокого масштаба. Но, как говорят, проходимость была небольшая. Понятно, понятно. То есть, я много денег там не заработал, ну, тем более, что квартира у меня была недорогая. Но интересно, да. Но мне было интересно общаться с этими людьми. Вторая, я не знаю, будет ли это интересно кому-то узнать. Ещё привозили, где-то раз в неделю, или два раза в неделю, подъезжали на чёрном лимузине и привозили женщину. Она из лимузина сама, самостоятельно, выйти не могла. Её водитель был подруги. Она была в домину пьяной. Да, даже так. Вот. И, значит, она британка была. Она садилась тоже, это самое, садилась и говорила со мной про Сталина всё время. А вот как вы относитесь к Сталину, она мне говорила. Ну, она говорила уже такая, уже совсем в туманном стоянии. Вот. и я у хозяина спросил. Я говорю, что она всё время про Сталина говорит? Чего ей Сталин? Он говорит, это, говорит, дочь Винстона Черчилля. А, вот так даже. Она, говорит, знала, узнает вот эту историю, которая была между Сталиным и Черчиллем, и, в общем, всё время это её интересовало, но страшнейшая алкоголичка. Это просто какая-то... Это у Брежнева тоже дочка была, они её многие, да, не только, да. Ну, я могу перечислить других людей, туда приходили разные люди, вот. Но заработок Саши был небольшой, а жить-то как-то нужно, кроме кратплаты, нужно было вообще там и другие вещи платить, вот. И тогда, значит, а на 57-й улице рядом с Карнеги-хол был знаменитейший русский ресторан, по-английски Russian Tee Room, о переводе, значит, русская чайная. Это, конечно, там все голливудские продукты собирались, там собирались, в общем, элита, вот. Я думаю, ну, в русском ресторане, конечно, интересно работать, но там я сделаю попытку. Вот. И я, значит, пришёл туда и заполнил документы, видимо, как это, application по-английски, да, что я вот хотел бы, чтобы мне дали работу и прочее. И, значит, и написал, что я работаю в русском, в русском медведе. Окей. И меня взяли на работу туда, но там уже я был не барменом, а там я был официантом. Вот. Зарабатывал я очень хорошо. Это место было, там, цены были космические, вот. Но, Саша, была такая дисциплина, значит, всем этим, все это машины руководил отставной полковник американской армии. И он там всё вёл, вот, как будто это в армии находится. Был порядок. То есть там, если ты оставил крошку на столе или что-то такое не то сделал, то есть деньги были очень большие, но он создавал такую атмосферу, все его панически боялись. Вот. И я там просто не выдержал. Я сказал, я не могу так. Он просто поедал людей, он стоял, как этот вот, знаешь, как это у Булгакова это Грибоедов был ресторан, да, там стоял Метри Тадель, который вот так на всех смотрел, вот это ещё хуже. Короче, я оттуда ушёл. А когда я там работал, это я сейчас коротко расскажу, случился такой инцидент, но этот мистер Камилучи, этот полковник, он людей моментально просто убирал, как саблей махал. Желаний на место много было, да, туда, ну да, и не попасть. А меня-то взяли, потому что, значит, во-первых, я говорю по-русски, это, да, как всё-таки, место-то русское, а на самом деле нас было там два человека, Лёни Слепак, он из семьи очень известных диссидентов, и я, а все остальные французы, американских, там они, американцев как официантов практически не держали, французы, бельгийцы, это самое, в общем, иностранцы. И когда я там работал, там случился такой интересный казус, на который я, в принципе, не обратил внимания, потому что Камилучи это всё время делал. в гардеробе работала девушка, некрасавица, я бы её заметил сразу. Понятно, не обратил внимания. Маленькая росточка такая, да. Молоденькая. Она принимала это самое, люди приходили, она у них брала одежду и прочее. Но, и я даже, кстати, на это обратил внимание, что она всё время одевалась не по уставу, и нужно было одеваться очень строго. Нам всем нужно было очень строго одеваться. То есть, вот как в Варьме, он же армейский человек. Вот. А я-то приходил, у неё какие-то розанчики там были, что-то, прическа у неё такая была. И я несколько раз краем уха видел, что мистер Камилучи подходил и отправил её с работы, чтобы она ушла и переоделась. И говорил ей, вы работаете в Russian Zero, вы можете так одеваться, когда идёте там на концерт, гулять в парке, вот. А она очень такая настырная оказалась девицей, и всё время приходилось с каким-то розанчиком, в конце концов, он её просто сказал извините, и... делал не в этом. И лет 10, наверное, или 15 спустя, я встретил своего знакомого, который работал официантом, он француз. Мы друг друга узнали, вот, вот, о, Владимир, Камал Аливу, он такой, так, сам. Я говорю, о, Жуль, или как его, я уже не помню, такой сухенький, Владимир. Он говорит, я говорю, ты что, ты всё ещё работаешь в русской чинове? Он говорит, не, я тоже ушёл, всё это самое. Он говорит, а ты помнишь, была, ты помнишь, девушка работала, которая Камилуччи выгнал на улицу? Я говорю, ну, конечно, помню, все на это обратили внимание, он её со скандалом просто выгнал, это самое, чтобы она там больше не работала. Он говорит, а ты знаешь, что это девочка была? Кто? Я говорю, понятия не имею, кто такая была девочка. Он говорит, это Мадонна. Это Мадонна, как её, Лючия, как её там звали в то время. Ну, Мадонна, значит, Мадонна, но во всяком случае, я был, я был, это самое, свидетелем, как эту, ну, она была не Мадонна тогда, она ещё такая, она, Саша, я тебе объясню, она очень такая расчётливая женщина. Она устроилась в газировщице туда, она уже тогда думала в этой своей карьере, и поэтому она одевалась так немножко. И для связи. Да, чтобы она, к ней привлекали внимание, и она, видно, а туда приходили продусеры, туда приходили импрессорио театральные, то есть она установила контакты, и видно, пока она там продержалась, она многие контакты установила. Ну, ладно, бог с ней с этой Мадонной, короче, я на её концертах никогда не был, но вот такой эпизод очень забавный. А второй эпизод, который там случился, можно сказать, повлиял на на линии моей дальнейшей такой судьбы. Значит, пришли и за мой стол посадили три дамы. Эти три дамы, они уже были в годах, они говорили по-русски и по-французски. И с русской переходили на французский. Вот. И я, значит, самое, как раз они говорили по-русски, я подошёл и поприветствовал по-русски. Они говорят, ох, как мило, наконец-то у нас здесь русскоговорящий лакей. Они другого слова поняли. Они же привыкли, да. Как вас зовут? Голубчик. Они все очень любят слово Голубчик. Я говорю, ну, я бы, я правда, то, что меня лакеем назвали, меня немножко так, ну, я понимаю, что они не знают другого слова. Сударин, наверное, еще называли. Сударин, наверное, иногда. Но они между собой сказали, какая радость, наконец, у нас лакей, который говорит по-русски. Ну, они же, это, белые эмигранты, правильно? Вот. И им уже всем было, наверное, лет под 80, благообразные старушки, такие. И одна старушка вот так на меня посмотрела и говорит, Владимир Голубчик, а вы никакого родства, вы ведь из России, правильно? Я говорю, ну, да, вот из России. А вы, говорит, никакого родства к семье князей Чикадаева не имеете? князей Чикадаева, я говорю, князей Чикадаевы, князей Чикадаевы, я говорю, я вам брать не буду, я говорю, я вообще, среди моих родственников не было ни князей, никого. Она говорит, какое удивительное, какая удивительная вещь. Вы, говорит, очень похожи и называет какого-то там Григория Чикадаева и просьбе, в общем, Чикадаева. Я говорю, ну, если похож, то похож. Она говорит, ну, хорошо, Владимир, вы знаете, меня зовут Ольга, вы мне позвоните, вы знаете, я живу в Америке, мне хотелось бы поговорить с людьми, вы ведь недавно приехали, она сказала. Я говорю, ну, да, недавно, я говорю, вот, где-то два года назад. Вы мне позвоните, мы поговорим с вами по-русски. И потом она добавила самую главную фразу. А у вас машина есть? Ну, я, понятно. А у вас машина есть? Ну, она пожелает, это понятно, и ей тоже нужно. И я говорю, я же говорю, да, есть. Ну, вы мне позвоните, Володенька, мы с вами поговорим. Я, значит, ей позвонил, она очень живо меня спрашивала, кто я такой, то-то-то, десятый, а потом она мне говорила, ну, конечно, она уже была такая, за 80 лет, она говорит, Володенька, а вы могли бы мне вот здесь помочь? Понимаете, я тут купила партию антиквариата. Они могут привезти мне, но это мои лишние расходы, вам же ничего не стоит там вместе со мной подъехать и забрать. То есть, короче, она немножко стала меня использовать в виде такого грузчика и водителя. Ну, а что поделать, она княгиня, вот я уже узнал, что она княгиня, лаки, она княгиня, она, кстати, княжеского происхождения, я не помню ее фамилии, девичьи, вот, но она, значит, смолянка, она родилась в Тифлисе, ее отец был каким-то наместником, вот, потом она, значит, родилась в Тифлисе, окончил Смольный институт здесь в Питере, и, ее, значит, и, конечно, после революции она ушла в эмиграцию, она понимала, что с ней будем, вот, и то же самое, через Константинополь, через, дальше там, в общем, ну, та дорога, которую все знают, вот, как белая эмиграция прошла, а потом она оказалась в Нью-Йорке, в Америке, вот, и вот, значит, она мне, всякий раз, всякий раз, когда ей нужно было, что-то, она все время скупала антиквариат, и, причем, значит, эти места, куда она, иногда мы с ней ездили, там, такие, самые, я сидел в машине, она, значит, там ходила, выбирала, и она знала, что купить. Володя, а вопрос, а русский антиквариат, или какой она, или вообще, вообще разница, она знала, совершенно различные, антиквариат, но она немного, правда сказать, мы в машину загружали немного, но, судя по всему, очень ценные вещи, да, вот, и мы вот таким образом, как-то более-менее подружились с ней, и потом она мне говорит, значит, Владимир, вот, скоро будет благотворительный бал, дворянский, а она была в дворянском собрании, вот, ну, вы понимаете, женщине одной на бал приходить неприлично, вот, я приглашаю вас в качестве своего кавалера на бал, я говорю, ну, ладно, я говорю, я с большим удовольствием с вами пойду, только, говорит, имею в виду, Володя, это бал дворянский, и вам нужно одеться либо во фраг, либо в смокинг, я говорю, Ольга, ну, у меня нет ни смокинга, ни фрага, она говорит, найдите, вы на бал хотите пойти? я говорю, ну, хорошо, в общем, я где-то купил, в каком-то секонд-хенде, какой-то, какой-то это сам оделся прилично, вот, теперь, опять же, на машине, я за ней заезжаю, мы едем в это самое, это был в плаза, кажется, бал, плаза гостиницы, ну, неважно, короче, значит, она мне говорит, она меня инструктирует, то есть, она взяла надо мной шерст, она говорит, сейчас мы придем на бал, вы молчите, Володя, а говорить буду я, что, что бы вас не спросили, вы отвечу, вот, и вот, значит, мы приходим туда, ну, я сейчас, наверное, кратко нужно рассказать, что это вообще забал, да, конечно, значит, дворянское русское собрание в Америке устраивало, устраивало балы боготворительные, туда, на эти балы могли прийти кто угодно, заплатив энную сумму, эти люди могли прийти, потанцевать, посмотреть, как там играют эти самые балалайчники и прочее, но, все эти дворяне, которые были в дворянском обществе, то есть, те, которые приходили откуда-то со стороны, они мило с ними разговаривали, мы вас приветствуем, давайте, что пришли, но на этом общение кончалось, но я-то приходил с Ольгой, а Ольга говорила, князь Голицын, да, 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 Оленька, ну как это самое, все нормально, все хорошо у меня, все, они мешали русской со французским, там непонятно что, а потом, и говорит, а Ольга говорила, а вот со мной рядом сидит мой родственник Владимир, он только что убежал от ужасных большевиков, ну, в принципе, это самое, да, да, и таким образом она давала понять, что она сама-то княжна, ну, я же тогда, получается, тоже какой-то, если дальний родственник, и соответственным образом потом, будучи уже как бы по ее подлогу, я типа голубых кровей, вот, они со мной общались там, о, Владимир, а как вы уехали, там, то-да-сё, пято-десято, что там происходит, в Советском Союзе спрашивали у меня, и прочее, хотя, в общем-то, им это было в основном неинтересно, вот, но дело не в этом, дело в том, что из всех этих вот людей, с которыми я там, как сейчас, сейчас такое словечко есть, тусовался, вот, я больше всего познакомился, не то, что подружился, а как-то у нас установились хорошие отношения с семьей Хлебниковых, семья Хлебниковых, Хлебниковых, это, значит, Павел, Аня, его сестра, Михаил и Петр, значит, одна сестра и три сына, эти Хлебниковы, они, потомки, был такой, Пущин, друг Пушкина, он, кажется, был декабрист, да, да, вот они, кажется, по матери, были вот, испущенных, вот, и как-то вот мы с Павлом перезванивались, там, и прочее, и, не то, что мы там, он был, конечно, слушай, он в Америке родился, он в Америке получил великолепное образование, он работал там, он журналист и прочее, вот, ну, как-то мы перезванивались, так, разговорили, но я думаю, что, наверное, вот эти разговоры с ним были связаны с тем, что он, наверное, как-то из меня получал какую-то такую, мою информацию о том, что в Советском Союзе... он уже интересовался, да, жизнью, да, да, ну, и потом, наверное, здесь люди помнят, что получилось, когда, значит, Советский Союз рухнул, то есть, он всегда интересовался Россией, и когда Советский Союз рухнул, то Павел, конечно, совершил трагическую ошибку, он, он, есть такой журнал Forbes, он, он там работал журналистом, ну, скажем, не на самом верху, а тут он Forbes предложил открыть отделение владельцу этого журнала, открыть это отделение в России, это уже вот, когда Советская Власть закончилась и прочее, вот, а мы, кстати, ходили с Павлом, да, еще вторая вещь, это то, что мы вместе ходили в одну и ту же церковь, он с детьми приходил, со своей женой, я с детьми приходил, вот, и он, значит, вот, решил в Москве открыть отделение журнала Forbes, и потом, значит, я узнал о том, что в 2004 году это была сенсация, он был убит, вот, было много всяких версий, якобы он, во-первых, он про Березовского написал книгу, я думаю, что мое мнение, что Березовский не имел к нему отношения к убийству, он написал про какого-то чеченского, он написал книгу, которая называется «Интервью с варваром», какой-то чеченский полевой этот, командир, он живет в Лондоне, кстати, я не знаю, ну, я понял, да, и он его там представил варваром, да, ну, во всяком случае, до сих пор это так проблема не решена, я, и видно, не решится, я случайно, вот, где-то лет пять назад увидел, видел Аню, я приезжал к своему приятелю, и она там была, и я спросил, ну, а что там это самое по поводу Павла, она говорит, ну, ничего там, там концов не найдут, ну, в общем, это как бы, и вот таким образом, я через Ольгу внедрился, внедрился в это дворянское собрание, вот, и потом я уже просто приходил на этот, на эти, на балы, и прочее, вот, а потом избрали другого президента дворянского собрания, который, вот с ним связана тоже интересная история, если вам интересно, интересно, да, фамилия его Геоцинтов, в России была великая актриса Геоцинтова, еще вот с царских времен, вот, они, значит, она осталась в Советской России, они все уехали, она осталась в Советской России, значит, отец Кирилла Рассовича Геоцинтова, он был белый офицер, и он уехал, потому что актриса, она понимала, что она, ну, куда она может поехать, она русская актриса, она осталась в России, вот, это одна вещь, а вторая вещь, это то, что я вот, я уже тогда начал довольно активно делать всякие такие проекты в Питере, художников стал выставлять и прочее, и, значит, и я Кириллу Рассовичу Геоцинтову, значит, да, и мы с ним разговаривали, я говорю, что, я говорю, а вы в России-то бываете? он говорит, да, бываю, но поделаю, то есть, это Москва и Питер, я говорю, а может быть, вы хотите что-то другие места посмотреть? он говорит, ну, вообще-то я бы съездил бы в Пензу, ну, это тебе в самый раз, я говорю, а почему? а мы, говорит, мои предки пензенского происхождения, я бы, тоже съездил, посмотрел, вот у нас там имение, может быть, сохранилось, я говорю, и выясняется, выяснилось, что оказывается фамилия матери Кирилла Растовича-Гиацинтова Мартынова, это, значит, они из тех самых Мартыновых, один из которых застрелил застрелил Лермонтова. Лермонтов сам, он же тоже из Пензии, и Тарханы, он там жил с бабушкой, и Мартынов тоже, там, Мартыновы жили, но если Арсеньева, бабушка Лермонтова, она была Столыпина по его рождению, а эти были более такими и Кирилл Растович мне говорит, я бы, говорит, съездил в Пензу, но, говорит, я боюсь, что меня там плохо встретят, узнав о том, что я имею отношение к этому Мартынову. Ну, тем не менее, я созвонился там с директрисой по Тархан, в Пензии есть такой музей Тархана, это Лермонский, и он туда съездил, и мы потом очень много дружили с Кириллом Растовичем, он 3 года назад умер, и мы всегда с ним встречались, и вот что интересно, что вот все-таки дворянская косточка, он знал о том, что я самого простого происхождения, ну, нет во мне голубой крови, вот, но, тем не менее, он всегда называл меня Владимир Георгиевич, и относился очень ко мне с таким, ну, с уважением, скажем так, вот, ну, это все вот, это, 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 благодаря Ольге, но про Ольгу я теперь открываю другую страницу, да, 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 вот, Ольга была склонна к мистике, то есть, она была уверена, что душа князя Чикатаева в меня переселилась, поэтому я так на него сильно похож, она была уверена, что душа его, ее мужа, великого шахматиста, непревзойденного Рауля Капабланки, переселилась в Фишера, и там, между прочим, есть кое-какие совпадения, что когда, вот, Капабланка, кажется, когда умер, то ли родился Фишер, или что-то еще, вот, и мы же с ней так говорили, она мне о жизни своей рассказывала, вот, и вот, значит, однажды она встретила на светском рауте, она была красавицей, она там снималась, вот, в России часто на телевидении выступает один историк моды, Васильев такой, Александр Васильев, кажется, вот он пишет о том, как вот эти дворянские, вот эти вот женщины, молодые, которые оказывались где-то на западе, они все были красавицы просто, это же был особый пароль людей, вот, и вот, значит, она на светском рауте, она встречается с Раулем Капабланкой, и Рауль Капабланка, победитель, увидев ее, он ей сказал, вы, говорит, будете моей женой, она мне потом рассказала, какой-то наглый кубинец, говорит по-английски с каким-то тяжелым этим испанским акцентом, мне такую мерзость говорит, ну, она задумалась, он был очень красивый, но в конечном итоге, значит, он ее сердце покорил, вот, и она стала его верной женой, и когда Рауль Капабланка встречался, Рауль Капабланка никому никогда не проигрывал, он проиграл только одному человеку, это был русский эмигрант, фамилия его была Олехин, он проиграл, я не помню, в каком городе, и Ольга мне рассказывала про это, потому что она была вместе с Раулем Капабланком, Капабланкой, она очень, она потом писала какие-то мемуары, мне кажется, она все это записывала, вот, и как, что она, она мне говорила, говорит, этот Олехин, вот, говорит, я русская, да, ну, говорит, среди русских, Володя, много подлецов, этот Олехин, Олехин, он, говорит, был страшный подлец, он, говорит, на моего Капу, она Капабланку называла Капы, да, он на моего Капу перегаром дышал, вот так, вот так, да, Олехин, оказывается, любил выпить, видно, ну, что же, ну, и, в общем, ну, умерла она уже в глубокой такой, ей было уже, наверное, за 90 лет, и, а потом, значит, как-то у меня уже там, не то, что мы с ней полностью разошлись, она иногда мне звонила, но она уже, как бы, старая женщина, она уже говорила какие-то вещи уже, как ты сам понимаешь, там, малопонятные, вот, где, на похоронах я у нее не был, но, во всяком случае, вот память у меня сохранилась, она, она, кстати, ну, опять, если она представляла меня, что я, этот, ее дальний родственник, если она говорила о том, что я имею какое-то отношение к дворянству, она, может быть, придумала и другие тоже истории, во всяком случае, она, самая, но то, что, то, что ей звонил Фишер, вот этот американский чемпион, это я могу подтвердить, потому что она с ним разговаривала по телефону, вот когда он уже ушел в затворничество этот Фишер, он ей звонил, и она считала, я уже сказал, что Капабланка переселился, душа Капабланка переселилась в этом Фишер, вот, ну, в общем, как бы это, ну, Ольга пожила много лет, умерла, скончалась, и царство ей небесное, но, во всяком случае, она, благодаря Ольге, я установил там, очень многие такие, не будучи дворянского происхождения, я установил, потому что, в общем-то, дворяне, они, это же очень закрытая такая, клетка людей, это каста, это настоящая каста, вот, и, когда из Советского Союза, после войны, от Сталина убегали люди, те, которые оказались в Европе, то дворяне с ними не имели дела, они считали, что вот ваши отцы установили эту советскую власть, вот вы, как бы, это и расслабили. да, значит, продолжая дальше, я в самом начале сказал, можно понять, кстати, можно понять, ну да, потому что, в общем-то, да, ну так и есть, да, ну, я не могу сказать и другое вещь, о том, что это, это, можно понять, а с другой стороны, очень многие, очень многие дворяне не эмигрировали из Советской России, очень многие дворяне сотрудничали с большевиками, и вот, и Блюхер, кажется, дворянин, много, да, многие остались. Издателя Сытина, я знаю, я еще с его внука, он же тоже, внук уже умер, тоже остался, пока у него все не отобрали, у него был большой дом, потом квартира осталась, а потом, ну, какая вообще осталась, потом, а что же мы наделали, да, так что, примеров много, да, примеров много. Ну, во всяком случае, вот эта вот, Ольга была удивительный персонаж, она, она, конечно, говорила, по-английски великолепно говорила, французский у нее был практически родной, потому что она из того времени, когда еще, они, я не знаю, в Смольном, они же, кажется, очень многие предметы не на русском изучали, а на французском, смоляном. Да, конечно, кстати, чтобы ты знал, сейчас тоже Смольный институт есть, но не там уже, правда, не в самом Смольном, но они так назвали его Смольный, есть недалеко здесь, на площади Калинина, да, да, но тот, институт Болгородных делится, это понятно, его все знают. Его восстановили, Нет, они назвали Смольный институт, он не имеет отношения, но они, наверное, как-то пытаются, что-то, какую-то связь, ну, потому что он-то находился в самом Смольном, институт Болгородных делится, а это здесь, у почты Калинина, там новое здание, новострой, да. Ну вот, ну а значит, с Фуксом у нас, вот с 81-го года, мы с ним, я всегда, ну как, я к нему приезжал, мы встречались, дружили, потом, потом он сюда уехал, потом он, то самое, то есть мы поддерживаем до сих пор хорошие отношения, всякий раз, когда, ну он больше в Питере сейчас живет, да, всякий раз, когда я к нему приезжаю, я его навещаю, вот, а с Женей мы тоже, наверное, нужно сказать, что... И вместе были тогда, да. Да, Жене, нужно будет, наверное, сказать, может быть, здесь не знают, многие в России, была такая группа «Братья Жемчужная», он играл там, но вообще-то, Женя, в начале, он музыкальную карьеру в основном закончил, занимается другими делами, но вот сейчас тоже пишут какие-то диски и прочее, что-то делает, вот, и мы с ним часто перезваниваемся, часто говорим обо всем, вот, ну и вот, прошло много-много лет, да, да, вот, я все это рассказываю, потому что, наверное, людям в России будет интересно узнать о том, что, какая жизнь была на той стороне, да, потому что тогда, до падения Советского Союза, до падения Советского Союза, это все очень, это было два разделенных мира, ну, как при Горбачеве уже, как-то более-менее, так это что-то такое, возобновилось, совершенно верно, а тогда это все было закрыто, все это прессовалось, все это глушилось, и прочее, и прочее, вот, ну, и сейчас, и новое поколение тоже, наверное, сейчас, время же смывает, очень многие вещи, да, да, ну, это уже, наверное, может быть, следующие какие-то темы, может быть, интересные, чтобы потом рассказать, наверное,